здравствуйте дорогие товарищи как я рад вас видеть надеюсь что вы тоже меня рады видеть и будем продолжать болтать про музыку про пластинки про то что кто делает на чем играет что поет что хорошо что плохо что мне нравится что мне не нравится я излагаю исключительно свое мнение никого не призываю его разделять или не разделять как угодно с господа с товарищи напоминаю вам о существовании плейлистов потому что если хотите как пластинку увидеть моих руках посмотрите на плейлисты там уже полным полно разных пластинок и скорее всего вы найдете искомое уже показанным ну и благодарю вас за материальную поддержку канала за то что вы пишите комментарии я их читаю и мы с вами общаемся даже если я не отвечаю вам имейте ввиду что я все читаю я с вами общаюсь на невербальном уровне на вне вербальном уровне вот скажем так ну а сегодня хочу поговорить о высоком искусстве художник берцлей английский видно видно да картинку картин называется танец живота да он жил этот парень он парень да он умер когда ему только-только-только исполнилось 26 лет в самом конце девятнадцатого века нарисовал достаточно много я говорю не написал нарисовал потому что в основном нам известны его графические работы частности вот этот танец живота хорошо и видно вот так вот лучше иллюстрировал книжки разные довольно мрачные довольно странные частности эдгара по и оскара уайлда который был посажен в тюрьму за гомосексуализм такие были суровые нравы но тем не менее книги его остались и иллюстрации берцли остались тоже с нами очень красивая это изысканная такая работа тонкая точная чувственная я бы сказал да такая даже да но пластинка которая оформлена вот так художником берцли точнее его картины она не отвечает тем чувствам которые вызывают у нас эта картина музыка немножко другая на контрасте ведь на контрапункте вот такие вот парни играют здесь музыку видно столько солнца сегодня недавно был дождь а сейчас опять солнце ну я люблю это делаю я теплолюбивое существо группа хамбл пай английская группа хамбл пай без которой рок-музыку англии представить конечно можно все можно себе представить нет такого не такой вещи которые нельзя было представить себе да особенно если дело касается истории потому что история штука такая она настолько субъективно можно себе представить что и не было группа хамбл пай и рок-музыка прекрасно развивалась благодаря группам юра и хип где пепл и вот запилен и black sabbath да и больше ничего не надо многие так кстати говоря и считают мы бог вам судья выживите в этой реальности но группа хамбл пай она в конце 60-х начале 70-х годов она потрясала просто и англию и европу и соединенные штаты америки даже что очень важно поскольку музыкальный рынок соединенных штатов это главный рынок основной рынок если артист не покорил соединенные штаты америки считай что он звездой не стал вот так это нравится нам это не нравится но это объективная реальность так так сформировался музыкальный рынок вообще рынок шоу-бизнеса это данность ну пусть 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 будет так да хамбл пайм в этом смысле у них все было благополучно потому что они играли настолько громко настолько яростно настолько модно в ту пору галю чем модную музыку то есть тяжелый блюз тире буги гитарный рок с невероятным истерическим расщепленным вокалом стива марриота была такая группа the small faces в англии очень хороший у меня есть несколько пластинок их я обязательно их покажу про них расскажу и вот стив мэриот как распел the small faces подружился параллельно с замечательным гитаристом молодым его было что лет 18 всего наверное питером фрэмптоном и они так дружили дружили хотели совместные проекты какие-то создавать и мэриот все больше и больше склонялся к работе с питером фрэмптоном что дико раздражало музыкантов the small faces что соответственно свою очередь дико раздражала стива мэриота и однажды прямо во время очередного концерта мэриот ушел со сцены и больше в группе the small faces не появлялся никогда идите вы все а надо видеть еще стива мэриота посмотрите в ютюбе пока его не выключили еще это маленький худой волосатый такой парень который в период работы в хамбл пай отрастил еще себе усы не такие хорошие как у меня арки и подленькие какие-то гадкие усы и стал выглядеть нередно отвратительно просто мерзко я могу себе представить ну собственно что представить посмотреть на концертное выступление хамбл пай этот мерзкий гаденыш с сущиками с гитарой и с умопомрачительным просто голосом расщепленным да то есть такой с хрипотцой такой голос с широким диапазоном орал пел прыгал падал то есть это надо видеть конечно но не обязательно видеть можно и послушать потому что здесь в музыке все передано все что творит на сцене стив мэриот и в студии тоже и он очень хороший гитарист при этом рок-н-ролльщик то есть это не это не гитарист такой который уже такой не джазовый дальние не классический а рок-н-ролльный гитарист в сторону the rolling stones можно посмотреть в сторону рона вуда в сторону какие-то ричардса вот в этом направлении но звук мощнейший мощнейший разрывающие раздвигающие шоры всех критиков и слушателей которые в шорох приходит человек слышать его в этом сразу все открывает а мощный гипсон врезается просто в мозг и в тело и питер фрэмптон красавчик кудрявый рядом тоже с гипсоном и такой плотняк 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 очень здорово очень хорошая группа она мне очень нравится у меня все пластинки есть хамбл по и я про не буду периодически рассказывать потому что вот это третий альбом который называется просто хамбл пай группа пришла на лейбл и и м м м да такой знаете и это мэйджор то есть большая большая компания и вот это самый первый первая пластинка на крупном лейбле два первых альбома очень мне нравится они первый альбом называется safe as yesterday is музыка на нем тяжелая жесткая громкая и достаточно сложная по структуре то есть это не просто буги какие-то это такие полотна просто ух какие интересные расскажу обязательно про нее а второй альбом больше ориентирован на акустическую музыку вот такую психоделические акустическую ситаром с акустическими гитарами в основном питер фрэмптон занимался он любил вот эти как раз таки полу акустические штуки но лейбл благополучно приказал долго жить на котором выпущены бы были первые две пластинки и группу подхватила и м компания менеджеры сказали что ребята давайте поиграем погромче и пожестче все-таки первый альбом на этом на нашем лейбле надо дать публике чуть не выразился грубо дать как следует по ушам скажем так стив мэриот к этому был абсолютно готов потому что он очень любил играть тяжелый рок ну основанный на блюзе и на буги и прекрасно совмещал его с фолк номерами в этом смысле группа приближается к лыдзепелин немножко хотя их называли такой тенью the rolling stones как-то вот говорили в англии они хотя на на мой взгляд если послушать концертных альбома у них прекрасный концертник вышел семьдесят первом году после не после этого альбома после следующего замечательный концерт кстати считается одним из лучших рок-концерт рок-концертных альбомов всех времен и народов если гну если говорить о гитарной рок-музыке на так вот и все удалось тут тут сказать что группу идет с первого же номера live with me life with me life with me до медленная такая история выползает хамонт орган на двух аккордах начинается раскачка подключаются гитары и стив мэриот начинает орать сначала не очень орать потом средний орать потом очень орать точнее петь и вот это длинное такое полотно тяжелое обволакивающие завораживающие гитары григора грохочут и ревут барабаны очень круто сыграно все то есть я конечно приближается клад zeppelin по концепции скажем так хотя звучание совершенно другое и голос другой конечно у мэриота тонкий хриплый злобный так же как он сам выглядит вот таким злобным к карликам и так такой же него и голос такой противный но но для рок-музыки очень хороший да он для руч следующий номер неожиданное country неожиданная акустическая country такое но но красивая но все-таки и сыграно не американским country до английским country таким более более как-то изысканно с замечательный слайд гитарой очень красиво дальше one night round snake rumba тяжелый рок настоящий английский гитарный тяжелый рок но не хэви метал такой зачаточный как играли дипер полна и не блюз рок тяжелый как играли в дзеппелин с восточными еще уклончиками а буги такой вот откровенный прямой без чудес без изысков без поисков новых звучаний каких без привлечения европейских классических гармонии мелодий без баха без вивальди без ничего вот этого и без восточных медитаций извините да без 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 вот этих ситарных там штучек а такое в лобешник просто буги адский адский рок то что называется вот как как говорят вот он пожалуйста в полной мере исполнен и фэнд вата song последняя вещь на первой стороне опять-таки неожиданно красивейшая сложная акустическая электрическая легка тяжелая баллада очень чисто спетая и очень проникновенная и как-то так неожиданно это не иглс никакой да это и и не битлз и и и ничего такого а как тут хамбл пай так раз преображаются и вдруг выдает такую нежную какую-то такую приятную и умную песню вот так то есть стоит послушать ну а на второй стороне песню вели диксона айм рэдди я не знаю вери диксон наверное и слушал в эту версию что он пипи пережил что он испытал как изменилось его лицо я не знаю потому что ну диксон уже при всех его блюзовых замечательных вещах веселый толстый такой человек с приятным голосом был а здесь такое зверство устроился в море а тут настоящее зверство если хотите услышать зверскую версию блюза то пожалуйста вот этот альбом хамбл пай вот эта самая песня им рэдди там клейма негде ставить там и и и просто рев и крик и и сочные два гипсона перегруженных просто зарубают и и не гарри мура зарубают не дни ни в коем случае а зарубают рифы тяжелые рифы которые как трактор просто едет причем трактор какой переваливающиеся по кочкам и вот 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 такая музыка на этом альбоме ну и дальше тоже одна тема еще около контровая смысле country red light мама red hot следующий номер уже после country еще один тяжелый рок гитарный и сакин он the sweet wine финале еще одна красивая баба вот такой компот очень вкусный очень густой очень жирный как я люблю даром ешьте жирная острая горячая холодная соленая кислое и сладкое и эти хороший алкоголь курить хороший табак я пошел пить пока